Ну а у нас титр торжественный ТОП-32 возвестил нам начало парных заездов четвертого этапа российской дрифт-серии 2016 года Алексей Головня там уже на линии старта и видите, да, что судья на старте дает ему отмашку, не дожидаясь соперника А это Алексей Карелин на Альтезе Все потому, что первые два раунда у нас будут с прогревами То есть пилоты получают право на один проезд по трассе Ну может быть для того, чтобы прогреть резину, если кому-то это не нужно, кто-то там пятаками довольствуется Можно просто проехать и посмотреть, что там на трассе где творится Проверить машину в конце концов, проверить там зоны переключения, какие-то визуальные ориентиры Убедиться, что все на месте, вот те маркеры, по которым пилот определяет где и когда И какие управляющие действия нужно с автомобилем совершить Алексей Карелин, пилот из Тюмени Второй раз он у нас в нашем чемпионате и опять на этой же трассе До этого он выступал в РДС Урал и даже стал там, если я не ошибаюсь, серебряным призером Ну вот в данном случае это все уже не важно Новая жизнь, новая реальность 32-й вчера был Алексей Карелин в квалификации и таким образом получил почетное право сразиться с Алексеем Головней, с победителем Nissan 200SX с мотором RB26 у Алексея Головни Итак, Toyota Alteza с 2JZ против Toyota с тойотовским мотором, против Nissan с ниссановским Удивительно редкое сочетание, между прочим С ума сойти, в наше время В наше время технического творчества это абсолютно невозможно, мне кажется У Алексея Головни новый мотор, отказ в Нижнем Новгороде, но к счастью этот отказ все равно позволил подняться на подиум Алексею Чему, конечно, мы все были очень и очень рады Поехали, первый боевой заезд Алексей Головня должен ехать по квалификационному Его тезка по фамилии Карелин должен ехать максимально близко, не случилось хуридаше Не случилось хуридаше И не совсем квалификация у Головни, но все же Все же получше, да, сильно А тут вообще не синхрон, слишком далеко, я думаю Да, слишком далеко для синхронных перекладок Но, кстати, и Леша ей, мне кажется, не совсем в своем темпе Для Алексея Карелина это должно быть полегче, вроде бы Но он никак не пользуется тем, что его лидер не едет на свои 100% Тут есть еще один важный момент, связанный с судейством А именно то, что пилоту, идущему вторым, если есть отставание, есть дистанция Допускается жертвовать углом То есть ехать не совсем на прямых колесах, но на меньшем угле заноса Чтобы догнать своего лидера Естественно, чем меньше занос, тем потенциально быстрее может быть автомобиль Но вот сейчас, даже несмотря на то, что угол был меньше, у Алексея Карелина не смог он Головню догнать Ну и, конечно, важно напомнить, что Алексей Головня выступает за команду Автопрофи Это обязательная информация Место жительства Алексея город Киев, если я не ошибаюсь Не ошибаешься Город Киев, точнее, но не буду Не надо То есть вы земляки, однозначно Правда, Леша, по-моему, родился где-то в Одессе, может быть, да? Да мы все киевляне родились не в Киеве Как и москвичи Как и москвичи, чем москвичи не в Москве Кстати, Карелин, это москвич не из Москвы Тот самый случай Поменялись пилоты местами, мы ждем судейских оценок за первый заезд 9-7, два балла преимущества у Алексея Головни Ну, в общем, удивляться этому точно не следует Еще пощадили Алексея, мне кажется Ну, отставание было большое Итак, сейчас для Алексея Головни будет непростая задачка Карелин помедленнее И не так точно едет И нужно будет все эти маневры повторить Ну, смотри, чуть не опередил своего соперника Алексея на разгоне Алексей Головня Но вовремя подстроился И, смотрите, повис на заднем крыле Вот она сихрон Широко уезжает это нарушение по траектории И Головня Чтобы совсем оказаться близко к своему сопернику Только сейчас немножко отстал Чтобы дать место для перекладки лидеру Блестящий проезд вторым номером В исполнении чемпиона Украины Я рубрику прогноза от Миллера волонтаристским образом закрываю Просто на это Она абсолютно не нужна Она абсолютно очевидна И не надо капитанствовать здесь Чтобы поблагодарить аплодисментами Алексея Карелина Да, очень сложный соперник ему достался Очень сильный и очень опытный И Алексей Карелин выступление на этом четвертом этапе К сожалению, своих поклонников заканчивает Алексей Карелин, который амич, насколько я знаю, по происхождению Но потом переехал в Москву Алексей Головня выходит в следующий раунд Естественно, баллы сейчас мы увидим, конечно, в исполнении судейского корпуса Я думаю, что там плюс 20 своей точно Алексей Головня именно имею в виду За этот проезд заработал Я не знаю, как в таких условиях можно было оказаться ближе Даже больше, чем 2 балла 9 на 6,5 Во втором заезде Все здесь совершенно очевидно Еще раз спасибо Алексею Карелину Следующая пара уже проехала проезд У нас прогрявочный круг Вернее, этот момент нам разумно вырезают из трансляции Но не то, что вырезают Просто не показывают эти машины, которые едут медленно Ну, а сейчас уже боевой заезд Сергей Сакс, слева по ходу движения Первый в роли лидера начинает у нас этот заезд Пилот из Беларуси на BMW E46 И с ним Антон Сваринский на Твете Супра Команды Valvaline Drift Team И что-то Антон как-то отвалился на разгоне Отвалился на разгоне и отвалился здесь Надо догонять Надо догонять Мало того, даже уходит на внешнюю Сам срывается и не может достать Хотя при этом САК едет квалификационное задание Не полноценное, но задание Неплохой темп здесь у Сергея И какое-то количество помарок судей, я думаю, найдут Но проезд в целом неплохой Что за жест был сейчас в исполнении Сергея Уж не проблема ли там с автомобилем? Да нет, вперед-вперед он говорит А, проезжай, проезжай, да Меняемся местами именно здесь Не перед стартовым створом, как это обычно бывает Зачастую после возвращения, после траектории Сразу просто лидер становится справа по ходу движения Давая понять своему сопернику, где сейчас он должен находиться В следующем заезде От Антона Сваринского ждали мы, конечно, более впечатляющего результата Но это, кстати, по квалификационным результатам Самая близкая пара На 16-е место Сергей Сак Вчера занял 17-е Антон Сваринский Говорю вчера по инерции Я, честно говоря, не могу вспомнить Улучшил ли кто-нибудь из них Да, Сергей Сак улучшил свой С 20-го до 16-го Да, с 20-го на 16-е место прыгнул Сегодня в третьей утренней попытке Хотелось бы понять, каков расклад Перед второй частью этой дуэли 8,5 на 7,5 плюс 1 балл Получает Сергей Сак Точнее, проигрывает этот балл Антон Сваринский Скорее, вот так надо было бы сформулировать То, что случилось в первом заезде Там Антон, к сожалению, не смог вплотную подъехать к Сергею По-настоящему парного дрифта мы почти и не увидели Теперь ситуация меняется строго на 180 градусов Антон Сваринский будет ехать по квалификационному заданию Вчера он был в 17-м, что неплохо, учитывая, как много было пилотов Ну, а Сергей Сак будет стараться подъехать максимально близко Обе машины с моторами 2JZ, кстати говоря Об этом тоже неплохо было бы вам сообщить Ну, вспоминая тренировки Антона Я думаю, что траектория у него будет не совсем квалификационная Поэтому Саку может быть даже тяжело Вот и посмотрим Тут как раз самое время напомнить зрителям Что квалификационное задание судейское Оно берется не из воздуха Траектория, в частности, придумывается таким образом Чтобы всегда оставалось пространство для пилота, который едет вторым Вот он старт У пилотов есть сразу право ехать в полный газ Сразу ускоряться с максимальной интенсивностью Вот Сергей сейчас попытался синхронно поставиться Рядом с Антоном Здесь Антон позволяет подъехать близко Сейчас важен... Ай! И Сергей теряет угол, теряет темп на перекладке На границе первого и второго секторов Вот уже на третьем Супра в цветах Валуалина Дерифтима Антона Сваринского Вот до этой странности Даже ошибкой это не могу назвать Потому что я не понимаю, что надо сделать с автомобилем, чтобы так ошибиться Я думаю, может быть, какие-то технические проблемы Технические проблемы, скорее всего У Сергея И если бы не вот этот эпизод По дебюту, конечно, Сергей вторым номером выглядел куда более убедительно, чем Антон Вот здесь, как мог, подъехал близко Тут добирал угла перед стенкой Антон Сваринский Ну, здесь хоть полкорпуса Ну да, потом еще чуть сократил отрыв И вот тут что-то произошло Может, он не попал в передачу Не попал в передачу, может быть, да Зацеп образовался на задних колесах Такое бывает, когда не втыкается передача И пропадает ненадолго крутящий момент И тут-то колесо и вцепляется мертвой хваткой в разогретый асфальт И поэтому автомобиль выравнивается 8-6 в пользу Сваринского второй проезд Ну, это справедливо, хотя и досадно для Сергея Антон Сваринский выходит в следующий раунд И поборется там с Алексеем Головней Павел Смирнов Это такое новое для нас имя И его носитель Это спарринг-партнер Сергея Кабаргина Слово спарринг я употребил не в качестве фигуры речи И вчера мы уже с Максимом рассказывали вам О вот этой интересной судьбе Павла Смирнова Который исполнял обязанности механика В команде Evil Empire Потом Сергей подумал, что для тренировок Ему неплохо бы обеспечить себе напарника Этим напарником и стал Павел И Павел постепенно набрался опыта И сейчас в качестве боевой единицы команды Evil Empire На бывшем автомобиле Сергея Кабаргина Это Toyota Supra С карбоновым корпусом С эксклюзивным обвесом С очень мощным мотором 2JZ 800 лошадиных сил Мощность этого автомобиля У Ивана Куренбина чуть меньше 500 И смотрите, как безжалостно стартовал Ваня Куренбин При этом абсолютно не нарушив никаких правил У Павла Ну понятно, что по узкой траектории По узкой траектории абсолютно правильно он сейчас сделал Потому что, конечно, наивейшая задача его сохранить Именно парный дрифт Но я думаю, что здесь просто у Павла недостаток Некоторого соревновательного чисто опыта Сказывается Потому что Ну вот эта процедура Она требует определенной сноровки Понимания И какого-то инстинктивного просто реагирования И именно этого сейчас Павлу Смирнову не хватило Ну просто есть вещи, которые сколько не тренируй И сам по себе, не натренируешь Это делается просто в соревнованиях Кстати, я вспомнил одну деталь по поводу Сергея Сака Вчера он говорил, что у него залипала педаль сцепления Возможно, дело с выжимным Может, что произошло во время заезда Да, и тогда, кстати, под вот эту симптоматику Даже подходит картина То, что мы увидели Когда автомобиль поймал зацеп И распрямился Да, вот этот момент Когда Павел все-таки приблизился к Ване Но потом даже немножко распрямился Там под самый финиш Николай Тегаев Тем временем заканчивает прогревочный заезд И его партнером в первой дуэли Будет Евгений Ружейников Действующий чемпион российской дрифт-серии Соперник очень и очень серьезный, безусловно Вчера Женя Ружейников Сказал, что у него потеря ориентиров случилась Не очень он понял, как же нужно ехать Чтобы получить высокие квалификационные баллы Зато он точно знает, как ехать в паре Это точно И в этом компоненте мало кто может сравниться с Женей Ружейниковым Павел Смирнов пока в одиночестве В левом стартовом створе Ждет Ивана Куренбина Вот обратите внимание Это уже фэйплей начался Не выкатывается на саму линию старта Павел А нет, все, стоит Иван Куренбин Хотел вам объяснить некую тонкость Но объясню это позже Когда будет более подходящая обстановка Открыта дверь у Ивана Куренбина Сейчас задача судей на старте Поймать глаза каждого из пилотов И поймать от них Обнаружить некий сигнал готовности Первый заезд 9.7 в пользу Куренбина Ничего пока удивительного И они поехали Второй проезд Вот интересно, сможет ли Павел теперь воспользоваться Колоссальную мощь своего автомобиля Чтобы рвануть Нет, не смог И если бы не вот это Замешательство На фуридаше В исполнении Ивана Куренбина Был бы очень хороший близкий Дрифт у нас Прямо на первом секторе А так его не случилось Мне показалось, что Ваня Дизайн Выехал за линию Да, был такой момент Мне кажется, просто из-за недостатка скорости Это произошло Он стремился Дальше попасть Куда нужно В стену И выровнялся Вот только что Ну, это уже на финише Произошло Там не страшно Да, такую задачку неплохую задал Иван Куренбин Судем Вроде бы два балла преимущества Это неплохо перед вторым заездом И можно было бы себя чувствовать в некоторой безопасности Но То ли Ваня ожидал, что позже Павел поставится И не торопился с Фуридаши А потом обнаружил перед собой борт Супры соперника И уже Оказался в легком замешательстве Было непонятно, что же делать Хотя Там уже зона Фуридаши заканчивалась И Ване пора было ставиться самому Вне зависимости от того, что там делает соперник Ну, в общем, наверное, не хватило веры в соперника Вот так я бы сказал Ну, 8-7, тем не менее Второй заезд Я даже, наверное, знаю, почему У Паши есть такая штука У него Фуридаши своеобразная То есть он не из тех, кто разгоняется И ставится как нужно А, скорее всего, выбирает оптимальную По его мнению, скорость И с легкого калача начинает свой дрифт Это и сыграло Немножечко сползает Ну, тем не менее Все это дает свои результаты И коротким оказывается дебют в официальных этапах У Павла Смирнова Проводим его аплодисментами И Иван Куренбин ждет своего соперника В следующем раунде Им станет один из этих двух парней Или Николай Тегаев Который сейчас на своем скайлайне Будет лидировать в первой части дуэли Против Евгения Ружейникова Пилота команды Toyota Сгорела Energy Технокартель Вот это близкая постановка Вот это Ружейников, ребята LS3 у Тегаева Против LSA у Ружейникова 16 цилиндров на двоих И колоссальная совершенно мощность Более тысячи лошадиных сил в этой паре Ну, с ружьем никто не сравнится Посмотрите, что он делает Это просто феноменал Как сказали бы мои Тяга пускал его Мои британские коллеги Употребили бы именно это слово Да, Тегаев сделал все как нужно И таким образом Напихал ему натуральнейшим образом Евгений Ружейников Вы смотрите Прямо у заднего крыла разгонялся Женя четко понимает Что от Коли едва ли можно ждать Какой-то неквалифицированной езды Четко синхронно поставился И дальше Дальше просто Как рыба прилипала Чуть-чуть отпустил Дал переложиться Сам самую толику Замешкался на перекладке Действующий чемпион Девять с половиной на одиннадцать Полтора балла преимущества При том, что Смотрите, какие высокие баллы У самого Коли Тегаева В этом заезде Да, конечно, опытный пилот Николай Тегаев тоже И Рязань ему удается В целом Ну Ну ладно Будем смотреть Сейчас посмотрим Уже немного дальше Но на фуридовши не мог Пытается, пытается поставиться Чуть меньше угол Правда у Коли здесь Пошире сейчас И поехал Ай! Причем туда же приехал и ружье Ружейников, да Слегка коснулся Но тут такое ощущение Что с поправкой на базу колесную Просто Да, да, да Где у Женина короткой сильве Было легкое касание Длинным задним свесом Со всего маху прилетел Коля Тегаев Ну, есть объяснение Он просто доверяет тому Кто едет впереди Конечно В данном случае ружью Я не думаю, что Коля думал о том Куда он едет Хотя было видно уже даже Они одновременно это сделали Абсолютно, да Абсолютно одновременно Просто для длинного-длинного Ская Тегаева Это такой более результативный крэш Приветствует трибуну Николай Тегаев Стена магнит Вчера назвали ее Магнит-бетон Ружейников в одиночку закончил Там третий сектор И если судьи не сочтут Таким уж криминальным Вот это приближение к стене Запредельное И касание в нее То результат дуэли понятен Я не думаю, что они будут На это обращать внимание В случае ружья Посмотри, как он Посмотри Да, но удар был чувствительный Тем не менее Удар был чувствительный Тем не менее Он выровнялся То есть вроде бы Не выполнил задание Скажем так Пошел слишком широко Таким образом Дав пространство Для стены магнита И коле Да, истина Любезно притянул Себе Skyline Красивый Skyline Между прочим Очень лаконичная Да, очень приятная машина Мне, пожалуй, даже Четырехдверная версия Вот этого Sky Нравится больше Чем двухдверная Какой-то он Какая-то завершенность В нем есть Пропорции Скажу тебе так Я думаю, что Судьи и ружью Снимут немного Ну, я думаю Минимум один балл Должны снять И может даже больше Снимут Проблема-то в том Что Коль-то Тягаев Вообще трассу не доехал То есть минимум Два сектора в минус Потому что крэш Случился на первом Ну, можно у Коли оценить Ну, могут ли Судьи воспринять Это как Ну, вернее Не подставу А не до конца Правильную траекторию Нет, это ошибка Лидера, безусловно 6-1 Да, очень невысокие баллы У Ружейникова И по делу он Потому что нечего Ездить в стену В этом заезде не показал И в Уридаше Как мы помним Было все-таки не идеальное Не идеальное Потом он упал В маленький угол Таким образом Дал себе шире Возможность ехать И поэтому оказался Там, где оказался Если бы он ехал В ружья То, наверное Вместо стены Получил бы ружье Слева по ходу движения Андрей Писегов Номер второй На Ниссане Скайлайнер 32 Справа Алексей Бобровских Номер 13 На Ниссане Сильвия С-15 Вчера Кстати Лидер команды Алексей Климушкин Всерьез спрашивал Они Хотят ли Организаторы Ввести пожизненные номера Для пилотов Видимо Потому что Не нравится ему Вот эта комбинация Цифр Под которой В этом сезоне Выступает Алексей Бобровский Игорь Беленький Два года подряд Выступал Под 13 номером Ничего страшного Не случилось Правда И больших побед Не было Я так понимаю У них уже был Прогревочный круг Прогрев был Да Стает синхрон на автомобиле Рядом Борт Оборт Ждут команды Выпускающего Выпускающей Виктория Рабинович Одевшись в черный Стильный комбинезон В котором Очень жарко Надо полагать Очень жарко Она прям Рабинович Смотрит Да ребята Готовы Поехали Ну что Песегов Пускай своего товарища Пошире Алексей Пристраивается К правому Заднему Крылу Автомобиля Своего Сокомандника И соперника В данном случае Да и Песегов Что-то не идеально Там две коррекции Я считал Минимум По пути к стене И разворот Все к сожалению Уже Все тлен Да но Песегов Не сильно хорош Не хорош Тоже смотрите Теряет угол Да что ж ты будешь делать По единичке Поставить надо Нормально Ну нет конечно Песегов проехал Первый сектор Худо-бедно Худо-бедно Ну это вот как раз тот случай Когда и худо и бедно Да проехал Абсолютно Ну вот можем на повторе Сейчас видеть У Песегова Такой вот маленький угол Опять коррекция Здесь внутри Добавляет Вот здесь Не пускает И еще одна коррекция Да И недостаточно близко И вот тут На перекладке В самом начале Второго сектора Ну и Песегов Уполз на внешний Ну в общем Невысокая у него будет Оценка Павровских Понятно Ну и Песегов Не молодец И еще на третьем Было распоряжение То есть третий сектор Точно мимо Напомню что Три сектора О которых мы говорим Это те неравные части На которые разделен Оцениваемый участок Чтобы судим было проще Оценивать пилотов Первый сектор Включает в себя Фуридаш Вот это движение Под стенкой Он самый дорогой Это 50% Общей оценки Второй сектор Попроще 40% И третий Состоит из Такой плавной дуги И последнего крутого Поворота налево И соответственно Самый простой Всего 10% Оценки Один балл Если говорить о Тех критериях С которыми подходят Судьи к Выставлению баллов В парных заездах Вот сейчас как раз Вот этот один балл Точно снимут с Песегова 6-4 6-4 получилось Я бы сказал Что это Сеанс доброты По отношению К Алексею Бобровских Прежде всего Абсолютно согласен С тобой Коль Итак Вторая часть заезда Поехали Теперь Алексей Впереди 13-й номер На борту Сильвии И теперь Песегов Делает то Что он умеет То почему он Песегов То почему он Чемпион 2014 года Очень медленно Едет Леша Кстати говоря Очень медленно Песегов Очень старается И Андрея Прям нелегко Видно Насколько не совпадает Темп Алексея С представлениями Андрея О том Каков у Алексея Должен быть темп И на прямых колесах Ниширует Андрей Песегов И это Создает нам Некую интригу На самом деле Потому что Да Ближе Ближе Был Песегов Вот Бывают эти ощущения Когда вроде бы Все понятно Но потом Включается математика И выясняется Что не так уж Все и понятно Как нам казалось Я думаю Что сейчас Алексей Бобровских Точно на 6 баллов Проехал Ну как минимум Бобровских Он без коррекции Пересек линию Конечно Но И поставился поздновато Но Ехал без коррекции Ехал в целом Почище Чем Андрей Песегов Да 9 на 8 с половиной Все понятно Здесь Алексей Бобровских Аплодисменты Ну а Андрею Песегову Вакансия В следующем раунде Гавриков Бусыгин Это Тат Самая Дуэль Двух Супр С очень разными Моторами ЛСА У Павла Бусыгина Из команды Toyota Gorilla Energy Techno Cartel И 2GZ У Ярослава Гаврикова Из команды Valvalin Drift Team Победитель Этой дуэли Встретится С Андреем Песеговым В следующем раунде Ох Ну что же Бусинка Давай ближе Легкая коррекция Была у Бусыгина Но сейчас Он отыграется Вот это его сектор Точно Смотри Ах Хорошо Я еще В Смоленске Отметил для себя Бусыгина Он конечно Раздавал жизнь В прошлом году Там серьезный Да Даже Чевчан Едва Не стал Не споткнулся Там было Безумное количество Наездов Я судил Тогда Был Ван Мутайм И это было Шикарно А я торчал На Чикотке В городе Пивеке И ждал Самолета В Москву Потому что Они там Летают Крайне редко И это был Единственный Этап В прошлом году Который Я пропустил К сожалению Зато Потом Было Очень интересно Смотреть Отчет Не думаю Что Бусыгин Заработал Больше Чем 0.5 Но Но Заработал Что-то Точно Как минимум За вот этот Бампер Бампер Который Мы видим Да При перекладке Были очень Хороши И вот Здесь Тоже Синхронно Туда Идва Чуть Не потерял Машину И смотрите Ярослав Тоже По грунту Там Заканчивал Да 8.9 Полтора Балла Ты не сбылся Твой прогноз Кстати Макс Не сбылся Да Полтора Балла Это хорошее Преимущество Если Паша Не растеряет его Едучи первым А Паша Может это сделать Просто потому Что ему Почему-то Не дается Идеальный проезд По Рязанской трассе Я не знаю В чем дело Может быть В огромной массе Этой Супра Которая Не позволяет Ехать Достаточно точно Но с другой стороны Супра Гаврикова Едва ли легче Правильно Ну да Там ряды двигателя Невообразная Ох Вот это Фуридаша И цепляет Ярослав Гавриков Павла Бусыгина Как мне показалось Задел он там Правое переднее колесо Но подвеска Не разрушена Все в порядке Но контакт был И посмотрим Что скажут судьи Но на мой взгляд Все-таки Это Ярослав Ну абсолютно В базу заехал Просто Заехал в базу Хотел быть максимально близко Но опоздал С Фуридаши Видите И Павел просто Поставив машину боком Фактически Столкнул В автомобиль соперника Таким образом Столкнулись две машины Фактически Передними колесами Ну зачем Сделал это Ярослав Я не боюсь Не берусь Судить Я просто думаю Что Ярослав Каким-то образом Знает О полтора балла Преимущество Ему Понимаю Что нет другого выхода Кроме агрессии Слишком Жесткая агрессия Получилась Тем более Вот она постановка Даже овер базы Посмотри И не получилось На самом деле Вот это движение Было у Ярослава Пытался он поставиться Но постановка Не удалась И Вот с таким Почти без угла Поехала Супра В цитрах Волвалин Дрифт Тим Ну и Собственно Случилось то Что случилось И у Паши Там просто не было Вариантов Он тоже Поставился К тому времени Сама судьба А это потом еще раз поворачивай ну адреналин штука такая да вот что делает адреналин с людьми платье волосах илана гаврилова мне кажется некоторые пилот специально там у стенки чтобы получить от вас друзья я обращаюсь тем кто на трибуне сидит долю любви и обожания они бьют беспощадно как яйца на пасху свои автомобили об этот не поддающийся бетон хотя мне кажется если еще несколько автомобилей туда прилетит там будет выемка уже нужно бетон все-таки должен поддаться когда вы поимно до 80 ну естественно может цереграция вы не досмотрели просто из-за того что нужно что-то из погрешности поэтому не 10 да ну так конечно интересно как иван просто ехал как мне показался просто на прямых колесах будто участие посмотрю какие цереграциях научусь и потом как у него чукоп руку гоупрошка на бампере висел возможно пока теперь не висит точно ли бампера нет в целях обучения вот была попытка поставиться вот колеса смотрят куда надо вроде бы а тут раз и пупом зачем главное зачем аркадий цериградцев проходят дальше в топ-16 встретится он там еще не понятно известно с кем да андрей остапов и федор воробьев вот это наверное самая интригующая пара топ-32 сто процентов во первых остапов очень неплохо ехал это екатерин буржец напомнил вам и приехал таки на 15 место объехав федора воробьева а воробьев и сегодня специально смотрел на радар во время этой внештатной третьей попытки естественно там не репрезентативно было не все пилоты выезжали но у федора воробьева была самая скоростная постановка 120 километров в час вот только сейчас запускается прогрев закончился прогрев и слева по ходу движения стартует андрей остапов он вчера напомним был 15 в квалификации улучшал ли он сегодня кстати тоже интересный вопрос вчера была очень хорошая вторая попытка я помню да но 3 сегодня была еще лучше на 94 балла она-то и сыграла роль решающую 350 написано у федора воробьева по старенький но уже на самом деле уже нет был еще один ребиль ребил между третьим и четвертым этапами надо ставится поближе феде было ну что ж так это будет догонять надо ай-яй-яй и теперь я уже боюсь каждого близкого проезда и федерова и федерова зацепил обочину федерова как-то не подготовился морально у него перерыв был достаточно большой большой был перерыв да но тем не менее довольно быстро форму восстанавливает федор воробьев хотелось бы этого парня увидеть на подиуме в этом году но это так мечты мечты конечно очень сложно в таком конкурентном окружении бороться за подиумные места ну из фуридаши не сложилось и тут где можно подъехать единственное место где можно догнать он не догнал да даже вроде бы уменьшил угол там феди но да но вот здесь и вот тут прямые колеса и зацепила почина ну и кстати как как для первого я имею ввиду андрея то проезд был достаточно квалификационный да да я тоже сейчас отметил мы традиционно во время дуэли больше времени уделяем и внимание второму пилоту потому что его задача сложнее но здесь нельзя не отметить что андрей остапов неплохо проехал первым номером и я думаю что сейчас мы это в баллах увидев кстати максим давай-ка не успели восемь на шесть с половиной ну пока просто скажем очевидные вещи происходят поэтому я думаю рубрики рубрика нашей пока у нее отпуск со следующего раунда напомню что после того как откатают все пары топ-32 у нас будет перерыв в этот перерыв для вас скрасит команда fmx 13 который уже так полюбила зи дрифтером и собравшимся здесь на трибунах зрителям матюли экстрим шоу вы увидите дорогие друзья его вторую часть а мы смотрим вторую часть за федор воробьев теперь впереди андрей остапов чуть-чуть отпустил лидера на фуре даши по опасаясь видимо инерции своего автомобиля правильно сделал опять было близко было близко здесь внутри но это я думаю очень спорные какие-то мне ощущения да 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 не однозначно но как минимум могу точно сказать что на фуре даши андрей справился лучше чем федя когда был на его месте да согласен даже немножко раньше вот посмотри на повторе он понимает что его место здесь и он это делает здесь приближается опять вот допустил ошибку как тегаев на маленьком угле ушел на внешнюю не жрал просто не жрал и поэтому отстал ну да здесь уже такая дистанция была не совсем прилично особенно пометой о том что мы увидели на первом секторе когда был очень близко андрей к федору ну что баллы сейчас все по местам и расставят полтора балла было преимущество у андрея остапова перед второй второй часть этой дуэли семь с половиной на восемь пол балла отыграл федер воробьев но все-таки не смог пробиться дальше андрей остапов встретиться с аркадием целиградцевым феликс чтепаховян и бубни в андрей команды совместно вал валин дрифт тим и один ол дрифт тим 2 бмв с очень разными моторами очень разные кузовы 36 у феликса 30 андрея вовне у андрея 2 gz под капотом а феликс выступает на бмв-шном двигателе с 50 по 30 называется трехлитровый мотор тоже от рождения по крайней мере близко был и тут и потерял машину на третьем секторе и не ты и феликс тоже в последнем повороте разворачивается как же интересно наблюдать за всем за этим оба себе записали третий сектор в минус но андрей бобнев сделал это раньше да такой курьезный несколько третий сектор получился сначала андрей потерял машину когда все уже было вроде бы сделано как надо и потом феликс оставшись в одиночестве тоже почему-то решил нормально не финишировать такая странная ситуация увидим оценки за первую про и первый проезд это был намек на то что они нам нужны на то что он не против их посмотреть 73 погнали вторая часть этой битвы андрей бобнев теперь впереди бело-голубая бмв против трехцветной волвалин овской вот есть уже подозрение что феликс специально пускал андрей чуть-чуть подальше узнаю что у него есть запас и знаешь что есть запас и опасаясь каких-то ошибок со стороны будет играться в третьем секторе тут легче и можно так сказать обеспечить себе легкую в общем это сейчас и происходит похоже на старте уже виталий полиплюк и никита шиков это тоже весьма интригующая парам с 2 пилота с турбомоторами полтора балла еще зарабатывает феликс чите паховян во втором заезде и делает свою победу убедительнее в целом за эти баллы кашни высокие но пока задачу свою филик чите паховян выполнил машину в следующий раунд доставил пока всем пилотам в вал валин дрифт тим это удается наши аплодисменты гостью из краснодара андрею бобневу виталий полищук смотри да тоже аномальный результат квалификации пилот в петроносовской ливрея слева по ходу движения занял место но а пилот команда автопрофи никита шиков роли догоняющего начинает этот первый раунд поединка за единственную вакансию в топ-16 как близко заехал шиков и чуть заузил траекторию как мне показалось виталий полищук ну шиков приезжают в базу он это делал на тренировке за я ее я здесь срезал и достал и что ж творит никита шиков никита шиков делает одну и ту же ошибку из этапа в это пытается быть слишком близко и этим создает себе все проблемы слишком доверчиво сопернику который впереди но здесь справедливости ради я никакой вины виталия полищука не усматриваю может быть он был чуть чуть медленнее чем наверное думалось и мечталось в частности в частности никите шикова но разве что чуть-чуть во первых во вторых все таки задача пилота который метит на высокие места доказывать доказывать что он может подстраиваться под темп да может быть несколько медленного соперника хотя я не сказал что полищу был очень медленным не медленный просто никита слишком быстро вот он распрямился срезал по грунту и прилетел в борт практически бмв виталия полищука ну а потом оказался сразу на другой обочине и конечно можно снова ударяться конспирологическую теорию не отказал ли там усилитель нет вроде ничего не льется нет 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 это просто может быть там окажется что что-то потом не включилась но это выглядит все неубедительно очень не просто кажется что его случае лучше бы он был стабильно не сильно далеко я имею то есть относительно близко к предыдущему корпуса например да даже не все трассы чем мы бы это поняли 7 на полтора балла вот и дело теперь с этим что хочешь никита шиков называемого виталий полищук вчера квалифицировался на десятую позицию очень хороший был квалификационное такое выступление у виталия полищука вот здесь все вроде бы было нормально а потом не удалось перекладка снесло переднюю ось и никита оказался за пределами асфальта вот что произошло мы при выходе из травы потерял контроль да не смог машину подловить и поставить ее на нужную траекторию вы немножко дал виталию да да слегка погладил так жизнь сутюков ждет выезда на прогрев тем временем виталий полищук там а это сутюков уже после пробок прогрева вернувшись видимо решил что пора вы можете быть и ехать вот как зачем там шикова уже ехать первым да он подумал ну зачем да действительно все же агро дрифт этот агро дрифт хорошо ну нет видите значит раз никита поехал на стараться в порядке с автомобилем но он уже понимает что преимущества у него абсолютно нет и что он сейчас будет делать я не знаю может быть будет убегать во первых конфигурация вот этого разгонного участка не позволяет так уж сильно сбежать на во-вторых у полищука машина тоже очень мощная 55 сил падет такого сбеги и он еще поверил в себя после квалификации я думаю мужиков вообще вообще без фуридаш и без постановки намного позже поставился не понимаю сейчас полищук делает то что мог бы сделать шикаром заезда абсолютно чуть-чуть при отпустил да может быть это не блестящий проезд и может быть за это не дадут никакого преимущества например но главное бы же было не не сделать фатальную ошибку да не растерять то что уже было завоевано ну порядка ради дождемся конечно оценок ну посмотри вот на повторе фуридаш нет просто 88 да вот как я предсказывал нет прогноза цвистуна состоялся в этот раз не не дали никакого преимущества виталию полищу но ему дополнительного преимущества и не нужно было можно ли это считать сенсацией в данном случае не не знаю нет у меня ответа не думаю не ответа женя сатюков с горилла energy техно картель в роли лидера начинает дуэль против степана азарова из команды автопрофи на toyota gt86 мотором ls3 выступает степан под капотом бабули как называют машину жени сатюкова добьются шесть цилиндров мотора 2 gz который развивает 700 лошадиных сил а тем временем степан азаров делает легкую перекладку дополнительную да пытаясь заставить машину ехать боком кстати сегодня степан азаров во время вот это третье квалификационная сеть на утром как рано 9 утра нифига не рано и он как раз и обеспечил себе место в топ-32 и для попасть на сатюкова а ведь можно же было встретиться не знаю с карелиным например с гавриловым даже со стапова можно было встретиться но нет 9 чемпион рдс ему достался понимаешь я вот кстати с предыдущий план обрати внимание казалось что никого фридаша у степана не будет вовсе он просто прилетит в борт бмв сатюковской настолько все это казалось стремительно и не наблюдалось никакого угла ровным счетом здесь есть и самые четыре корпуса которые приравниваются к развороту так что сейчас ноль не ноль но какие-то очень мизерные баллы поставить степан азаров я думаю 0 даже где нибудь 8090 что-то вот наподобие мы сейчас увидим возвращается через предстартовую зону к линии отделяющий 2 реальности женя сатюков не знаю как он вторым поедет за степаном я думаю примерно также как полищу к зашиковым может быть хотя сегодня как раз утром я смотрел на степана на на его проезд в квалификации понял что он в общем состоянии квалифицировано проехать оцениваемый участок безо всяких проблем 70 до даже не 8 вот и степан азаров в ливре команды автопрофи смотри красотюков без сейфрана похоже намерен ехать близко так поставил с легким таким запознанием просто как будто желаю убедиться что да степан все-таки поставился и не будет никаких фликов там больше и смотрите близко подъезжает же не того и только главное не навреди себе сейчас нет он все знает он все знает он чуть не потерял машину сейчас после перекладки знать то он знает но ну именно поэтому и не потерял наверное очень иногда забавно наблюдать как же не ружейников смотрит на выступление евгения сатюкова своего давнего товарища и товарищи по команде в том числе и порой когда уже не совершает сатюков невынужденные ошибки ружейников просто негодует и это очень смешно честно говоря наблюдать он ставит он ставит он ставит такие диагнозы какие-то медицинские своему напарнику однажды он употребил в сердцах слова альцгеймер я помню очень хорошо но сейчас удержался просто награде хотя я думаю что члены команды там находясь представители схватились вот здесь за сердце и да не может быть все себе живо представили как сатюков сейчас вылетает разворачивается приходится ехать ван мотаем а что там случится ван мотаем вообще никто не знает учитывая изобилие крышей на эти дни которые происходят и вероятно еще произойдут не дай бог но все-таки спорт есть спорт ясно что люди у ребят уже пристрелялись к этой стене и так про 3 мое за следовало да 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 и так просто все не закончится я думаю к метру злости это не относится он же профессионал безусловно но мы про ружейникова так не думали а вот падишь ты андрей богданов и игорь беленький там на старте нам сейчас для порядка нужны конечно цифры которые опишут нам итог противостояния евгения сатюкова и степана азарова я призываю зрителей на трибунах поддержать степана это дебютный сезон для этого пилота он вообще никогда не в каком дрифте замечен не было тут сразу в таком сильном чемпионате старается в общем прогрессирует от этапа к этапу конечно его сокоманники опытнейшие алексей головня и никита шиков его накатывают как могут натаскивают делятся опытом и результат действительно виден но конечно сатюковом тягаться это сложно это сложно даже для опытных пилотов 77 тем не менее равны абсолютно второй заезд в основном из-за художества цыкова над полагать ну да видите степан показал что он может ехать хорошо по квалификационному значит нужно просто количество должно перерасти в качество это произойдет со временем я более чем убежден скилл просто скилл просто скилл до 2 бмв е-36 у богданова с рядной шестеркой шестерка это называется между прочим сейчас вам скажу 50 покопавшись в извилинах я все таки извлек этот номенклатурный индекс из недр собственной памяти е-46 м3 у игоря беленького с мотором ls3 это пилоты из одной команды на этом этапе одино дрифт тим да 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 и дайвер и дайвер тоже из один уже затаил там дыхание как ты думаешь не знаю но он точно в состоянии его держать все то время которое длится оцениваемый участок при этом активно рулить я более чем убежден игорь кстати всегда я обращал внимание это кстати посматривать кто в каком состоянии вылезает из автомобиля это показать но всегда очень хороший форме но богдана тоже всегда в хорошей форме у него он к он когда выходит я вижу в нем нежность максимально легкая и коза лысенька знаешь у него вот это вот всегда его окружают куча девчонок но теперь вроде бы одна вы вытесняла всех вытеснила раньше была 3 баранов бабник теперь андрей богданов просто андрей богданов с девушкой с девушкой до андрей богданов и того бывший бабник и дайвер вот у на старте посмотрим как и так да ну еще раз сообщу вам неприятное известие связано с тем что александр северцев но это и не предполагалось после вчерашней аварии на стартом не выйдет поэтому вильям гукосян сразу оказывается в топ-16 с евгением сатюковым в одной паре ну а нам осталось заполнить совсем немного клеточек определить состав двух пар раунда топ-16 и как раз очередную вакансию разыграют друг с другом два пилота которые напомню выступают за одну команду в этом на этом этапе это андрей богданов номер третий и игорь беленький номер 25 оба пилота из москвы оба на бмв но с очень разными двигателями о чем я тоже уже вам рассказал итак погнали первая часть этой дуэли богданова сегодня был очень убедительный квалификационный проезд с утра кстати я заметил и едва не догнал его игорь беленький заметим сколько богданов не доехал до стены очень много не доехал до стены и беленький туда на внешнюю приехал я уже думал прям будет прям в магните там но дело да дело в том что как раз здесь если не соблюдает траекторию лидер то это очень сложно для второго если недоезд до стены происходит дальше возникает опасность что зажмет там у апекса лидер пилота идущего вторым и я думаю что игорь тоже такой ситуации опасался но никакого отношения рассказанное не имеет к распрямлению на третьем секторе который допустил игорь беленький в общем оба нехороши были оба нехороши богданов узко вот беленький очень рискует но у него нет другого выхода я его просто выклюло туда ну и здесь он опять отстает теряет темп видишь но вот тут вроде бы все было неплохо смотрел переложился в борт да и ресинхронно дальше но чуть не потерял машину пришлось спасаться и там уже на прямых колесах был финиш пока мы все это смотрели вернулись к линии старта как раз пилоты потом прогревался кто-то вроде бы катя седых да да екатерина седых и сергей кабаргин должны еще одну могу разыграть это будет громко и хорошо что мы в изолированном помещении находимся 7 на 7 с половиной пол баллов все-таки присудили игорю беленькому я считаю что это справедливо в данном случае это не то чтобы я обычно сомневался в справедливости судей но просто настолько был косячный будем честны проезд в исполнении обоих пилотов но все-таки игорь старался как мог нивелировать ошибки своего лидера а с богданом что-то творится не то сейчас это все что-то творится восполнит в одном заезде где он сзади в этом он лучше это безусловно поехал под стенку игорь беленький дай как приклеены теперь стабильно ровно андрей богданов наезжает смотри смотри оставляет место для перекладки здесь тоже близко рядом и разворот игоря беленького подводит итог этой дуэли чудом увернулся андрей богданов от своего напарника мне немного жаль игоря честно говоря очень он старался это был заметно по первой части этой дуэли очень старался был готов прям превзойти своего более титуловного соперника и товарищи по команде угла здесь только пожалуй не хватало богданов он догонял догонял игоря догнал вот здесь у стены уже четко оставил место под перекладку и тут же оказался у заднего левого колеса все как и предписано судьями здесь слишком резко бросил на перекладке свою машину игорь беленький ждем итог 972 балла преимущество андрея богданова и с преимуществом в полтора очка андрей богданов выходит в следующий раунд на традиционные по такому случаю аплодисменты игорь беленькому но вот сейчас 700 сил и империи зла заключенных под капот измененные до неузнаваемости тойоты супра сергея кабаргина против тоже очень мощная 750 сильной машины с лс третьим мотором управляет которой екатерина седых карбонки в лар лонч контроль трекшн контроль все эти диковины и секвентальная коробка в том числе заключены под этим эксклюзивным дизайном автомобиля сергея кабаргина смотри катя вроде бы достаточно далеко и вынурнула сейчас из них да да это правильно на самом деле раз уж догнать нельзя надо постараться хотя бы показать что ты контролируешь сегодня на брифинге спрашивал у судья что важнее синхрон для вас сегодня или близость и что я ответили а я ответили ты не можешь быть синхронной несет и недостаточно близко я вам покажу я покажу вам сейчас вот и показывать ну сложно угнаться за этим карбоном в 200 килограмм понимаешь да да она ничего не весит на 1 на 265 резине причем неплохой насколько я помню до ахиллес это такая резина которая якобы пригодна для дорог общего пользования но трэдвер у нее такой что очень быстро превращается в пункт практически в слик изнашивается стремительнейшим образом но успевает отдать все благому делу дрифта ну или тайм атака или до чего она там еще используется эта резина в принципе у многих производителей есть такая резина для трагней она позволяет доехать на своем колесе по дорогам общего пользования но очень быстро изнашивается у той три восьмерки такова например или r1r 8 с половиной на 7 с половиной в пользу сергей кабаргина ну что смотрим 750 сил против 700 легкий занос traction контроль я был активирован какая медленная постановка у катей как стремительно приблизился сергей кабарге держится с коррекцией но держится коррекцией держится там был такой запредельный почти до бэкварда угол у супры под семьдесят восьмым номером давай леонидович насыпай уже смотри у него нет другого выхода как углить углить да и важно сейчас в этом угле не зарыться совсем но справляется с этой ситуацией сергей кабаргин как же ему было непросто ведь екатерина сидых в общем то мы не считали медленный до вчера смотрели когда квалификацию да мы не считали сверхбыстрый наверное но мы не считали в медленной и сейчас видно на сколько вот в эту немедленную соперницу упирается сергей кабаргин прыжок был на фуридаше да и вот сейчас тут катя немножко с коррекцией такой ну поскольку на этом чудовище тоже тяжело ехать оно я имею ввиду автомобили сергея леонидовича он сухарь сухарь любая какая-то поправка выравнивание там сумасшедший держак где-то чуть-чуть выравнивание то есть там очень тяжело бороться с этой машиной она должна быть постоянно в рабочей зоне иначе она останавливается но видишь все-таки как-то приучил себя сергей кабаргин приучила у него кирпичик на правой ноге там висит и все ну кстати да остальное клачами почему нет поставил педальку на зажим да и все у катя видишь на повторе даже без фуридаши как-то да да там очень было все не видно поэтому сергею так и догнал активно может быть он ожидал более агрессивной постановки от своей соперницы даже создал небольшой запас идет как раз показал что были проблемы на разгоне это было не проблема это была тактика иначе если бы этого этого интервала не было между автомобилями он просто на фуридаши влетел бы в заднюю часть сильви без апелляционно абсолютно сделать было бы уже ничего нельзя что с таким прыжком была постановка очень резкая вот это и относится к резине который мы с тобой говорили она реально сразу прыгать это машина поэтому ему нужен запас как и паша смирнову но он его как-то не использовал да павел проехал очень осторожно но здесь соревновательный опыт давай не будем сравнивать да у павла наверно были тренировки интенсивные в стеке градус этой интенсивности мне неизвестен но ясно что он ездил да но вот есть есть моменты которые познаются в соревнованиях ну и что ты можешь познать в течение первого этапа ну что-то вот вот что-то какой-то мизер да ну вот пока пока вот так значит 88 с удержал преимущество в один балл сергей кабаргин и сразится он с андреем богданом вот это будет мясо вот это будет вот это будет battle ребята я я жду весь уже с нетерпением не знаю как пережить перерыв это у нас на старте аркадий пучинин из санкт-петербурга на е-46 бмв с мотором с 50 b32 540 сил и против него александр кизилов на лексусе айс с мотором 2 gz сашки зилов талантливейший парень у которого с огромный дефицит выступлений последний его дрифт на моей памяти случился в кабардино-балкарии куда мы поехали с некой делегации дрифтеров прошлый по-моему же осень была прошлой осенью на показательное выступление провели первый кубок как главы карпа бардин-балкарий который выиграл богданов наверное традиционно на площадке же дело было значит должен был выиграть богданов точно это его вообще стихии да и сашки зилов тогда приехал тоже после какого-то перерыва и очень неплохо выступил но и вчера в квалификации то мягко говоря далеко не беспомощно да но тут кизилов зарылся на разгоне после респект зоны в повороте просто зарылся и упустил свой шанс быть близко на постановке девятое место было два балла да два балла преимущество получает аркадий кучин точнее не не минус 2 получает александр кизилов вот так наверно правильнее будет сформулировать toyotares инновационные высококачественные шины класса ультра high performance бросают вызов высоким скоростям движение вызывает восхищение toyotares и а расширить и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, закончилась рекламная пауза и закончилось томительное ожидание того момента, когда пилоты выстроятся для того, чтобы проехать вторую. Вот как у нас все выглядит, да? Перезаезд первого заезда. Значит, было какое-то нарушение. Я сейчас попробую получить комментарий от судей. А что случилось? Почему? Может, мы не обратили внимания просто? Может, Аркадий Пучинин пытался убежать? Ну, в этот раз у него не получится. Но это возможная ситуация, конечно. Но пока ничего мне не говорят относительно того, почему. А здесь Хоридаши прям туда к нему, в крыло. Отстал чуть-чуть, перепугался. О! Давай, Кизилов! И разворачивается! Почти разворачивается! Аркадий Пучинин и Александру Кизилову ничего не остается, кроме как проехать вперед. Ну и получить преимущество в этом заезде, точно. Смотрим повторы. Очень нормально было Хоридаши, смотри. Ну, я имею в виду, вот это было круто, да. Это был полет. Тут Аркадий поехал вовнутрь. Ну, в данном случае допустимо, главное не через линия. Да, допустимо, допустимо. Но вот здесь Кизилов, посмотри, как прыгнул к нему. И на этой перекладке вот сейчас особенно это видно. Ох! Да, и третий сектор, конечно, в минус полностью у Аркадия Пучинина. Ну, значит, Федор Дзежец там в одиночку стоит, ждет Артура Милкумяна. И мельком там показали нам, что автомобиль Артура уже не в сервис-парке. Он уже выехал туда, в сторону предстарта, но все равно какие-то проблемы с машиной есть. Так, теперь, надеюсь, больше без перезаездов. И все-таки теперь Сашу Кизилова поставит слева по ходу движения. И это будет означать, что первый заезд у нас состоялся. Мы увидим цифры. Мы поймем, каков расклад перед следующей частью этой дуэли. 0-3. Ну, судьям, конечно, виднее. Я не очень понимаю, как Аркадий умудрился наездить на 0 в данном случае. Там вроде был и Фуридаш, и первый сектор какой-никакой. Ну, вяленькая Фуридаш, и первый сектор был. Был, был, но не знаю. Может быть, из-за того, что он почти развернулся и создал, так сказать, аварийную ситуацию. В общем, я думаю, что судьи решили конкретными цифрами. Может, не морочить себе мозг и просто сказать, что 3 балла преимущества у Кизилова сейчас. В конце концов, нас это интересует. Насколько один пилот другого превосходит перед вторым заездом. Проверяют замки капота, кажется, да, или что там? Да. Ну, на всякий случай. Да. После вчера, да? Вчера, когда Максим Твардовский умчал на вторую квалификационную попытку с открытым капотом, который он сам не открывал, к слову сказать. Очень похоже, что Артур Милкумян на автомобиле Максима Твардовского. Агрессия явная. Явное, и нужно, конечно, ставиться в дверь. Нужно показывать. Пока, на! А, поправили застежки бампера. И продолжают, продолжают. Продолжают. Поружейниковский так зарядил-то. Да, да, да. Неоднократно сам Аркадий Пучинин от Ружейникова получал ровно такие тычки в разные части автомобиля. Тут хорошо. Даже, я думаю, может и никаких санкций не воспоследовать, потому что не развернулся Александр Кизилов. Кизилов не улетел в стену, ничего с ним не случилось страшного. Ну, единственное, что касание было такое неинтеллигентное, поэтому, конечно... Ну, злой, злой. Аркадий, он же такой нервный у нас. Бум. Бум. Говорит, иди сюда, еще раз хочу дать. Ну, вот еще раз у него не будет. Нет, не хочу, хватит. Очень опасные, на самом деле, такие удары. Можно зубоскалить сколько угодно нам тут. Но колесом в колесо это грозит разрушением передней подвески. Ну, или иногда бывает, что толчок вроде бы небольшой. Ничего, на первый взгляд, криминального не происходит. Победение серьезное может возникнуть. Да, да и просто могут сбиться углы, и все. И машина просто превращается вне управляемости. Мало того, удар же еще был возле стены. То есть это могло еще... Нагло, да. Смог такой бильярд случиться. Да, стоит машина Максима Твардовского на старте. Твардовского за рулем быть не может. По одной простой причине. Он квалификацию пройти все-таки не смог. Ну, значит, это Милкумян. Что мы должны думать? Ну, только это и можем думать. Ну, не может такого быть. Я не думаю, что... Не думаю, что Максим Твардовский... 6-7 в пользу Александра Кизилова. Второй заезд. И Саша Кизилов выходит в следующий раунд. Федор Дежиц, пилот. Такой единственный, постоянно присутствующий у нас Тойоты Марк 2. С мотором ЛС-3. Там, 480 лошадиных сил примерно. Атмосферный, атмосферный V-образный восьмицилиндровый двигатель. Производство концерна General Motors. Я тут накануне читал Википедию. Максим тебе расскажу, как и зрителям. Иногда люблю почитать Википедию. Мы, конечно, когда говорим о моторах ЛС-3, чаще всего вспоминаем Chevrolet Corvette. Но я знаю, что, конечно, не только на Corvette оставились такие двигатели. Самое неожиданное применение этого двигателя на вертолете. Оказывается, существует вертолет с мотором серии ЛС. Ну, правда, по-моему, не третий, а седьмой. Но, само по себе, согласись, довольно забавно. Ну, забавно не только с General Motors. На многих вертолетах стоит мотор от Subaru. Да, оппозитный. Я сам летал за штурвалом, за ручкой, точнее, самолета, на котором стоит оппозитник от Subaru 4-цилиндровый. Кошмар. Кошмар. Я бы, наверное, никогда не сел на такой вертолет, там, где стоит двигатель от Subaru. Ты представляешь? Там продублированы почти все обслуживающие моторсистемы. Это авиация. Чем она отличается от автопрома? Ну, я понимаю, но просто Subaru ломается намного чаще, чем остальные. Я тогда старался не думать об этом. Я всегда об этом думаю. Артур выехал на трассу, сказали нам. Едет в предстарт. Дайте нам какой-нибудь общий план же. Вот вторую камеру можно развернуть куда-нибудь влево, посмотреть там, что же творится-то. Или третью. Ну, ну, где, 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 где. Вот выезд. Да, вот он. Восьмой номер на борту Сильвес. Стринадцать. Которую все-таки восстановили в отведенное время. Механики Артура Мелкумяна. Браво! Спешит, спешит прям. Так как времени-то немного осталось. Совсем, совсем немного. Федя раз, отъехал такой. Мы сказали, Федя, ты должен находиться, видимо, с другой стороны, да? Похоже на то. Сейчас мы посмотрим на сетку парных заездов. Да, Артур должен быть слева по ходу движения. Восьмой номер и восьмое место было в квалификации. А Федор Дзержит сейчас пару пятачков исполнит, наверное, нам. Тянули время как могли, это называется. Ну, сейчас тоже можно не затягивать. Федь, давай. Публика у ваших ног. Многие уже ушли вообще за прохладительными напитками и в очереди в туалет. Вот они. Ну, не знаю, сейчас мы должны какую-то увидеть невероятную феерию. Ну, как минимум широкую от Артура. Широкую траекторию. Ну, надеюсь, не настолько широкую, как в прошлый раз. Да, да, да. Держим пальцы. Завязываем их узлом, чтобы, не дай бог, не было повторения инцидента, случившегося на прогреве. Итак, разгон, фут-роттл, постановка. О, какой хороший общий план. Опять не получается постановку у Артура. Но там, видимо, геометрия подвески уже никакущая совершенно. Да, Артур будет пытаться на этом ехать. Смотрите, как тяжело Феде. Постоянно приходится иметь дело с замедлениями, с какими-то очень странными траекториями. Да, там Артур не доехал вообще и развернулся. Развернулся. Я думаю, что Федев выдохнул сейчас, потому что мучительно, конечно, ехать, когда соперник испытывает такие большие трудности. Вот еще и крыло, пожалуйста. Загнуло в обратную сторону. Haters gonna hate написано. Да. На так называемом антикрыло, хэк-бленд, я даже не знаю, как это назвать. Вообще, для всех этих деталей есть одно общее название, там, спойлер или сплиттер. Ну, в данном случае, скорее, спойлер, потому что он отклоняет воздушно по понедельникам. Может, просто экономическая какая-то фигня, да? Что-то в этом стиле. Элемент. Элемент. На научном языке фигня, Максим, ты прав. Спасибо. Я вспоминаю советский фильм, такой был «Миллион в брачной корзине», и там Семен Фарада изображал якобы доктора, не будучи доктором по сюжету на самом деле. И он говорил, что вот это хреновина. Там сидел парень, значит, растянутый с ногой в гипсе. И он говорил, вот это хреновина, мы говорили, это устройство. А у нас в Минецине это называется хреновина. Что-то там какой-то кусок автомобиля выбросил, Артур, чтобы ездить не мешал. Очень такой хороший эпизод интересный. Куда-то там зашвырнул в окрестные пущи. Косок крыла отправил гулять. Косок крыла. Да потому что надоело. Трепещется там. Слышно небось внутри. Ха-та-та-та-та-та. Вот такой звук противный очень. Ну, учитывая такой дисконтроль, сейчас будет Артур ехать за Федей. Это может быть что-то случится, понимаешь? Ну, учитывая темп, мне кажется, скорее просто Федя уедет и все. Я не знаю, что еще можно сделать с тренажкой, чтобы заставить ее ехать так, как нужно пилоту. Понятно, что здесь дело в установке, конечно, в углах установки колес, скорее всего. А может и с приводами еще какая-то печаль произошла. Я, кстати, вспомнил прошлый этап в Нижнем Новгороде, когда Феликс учите по Ховяну собирали. Привод из каких-то запчастей. И те, кто интересуется дрифтом углубленно, можете найти Феликса в сети Instagram. Это несложно очень. И 2.6 тем временем, оценки за первый проезд. Хотел сказать тайм. Все, чемпионат Европы по футболу закончился, достаточно, хватит нас. И там есть фотографии этих приводов. Они похожи на результат работы доктора Франкенштейна. Они такие все такие, с наплывами сварки. Там ужас какой-то, вообще кошмар. И потом Феликс еще выложил свежие привода, такие толстючие, огромные просто. И какие-то просто кусок никакой, невероятные чугунины на вид. И кажется, что это уже никогда не сломается. Спек какой-то, да? Да, что-то специальное очень. Что-то я не понимаю, от чего они там отдыхают. Не знаю, не знаю. Даже снял шлем, Артур. Ну смотри, как... Режели растянуть максимальное удовольствие от встречи друг с другом. Федор Дзержица, Артур Милкумян. Федя уже выехал на трассу. Ну сейчас у Артура, в общем, есть те минуты, которых точно хватит, чтобы... Да, часы крупным планом нам дать. Одно из камер показывает оператор. Чтобы приехать на старт. Или уже не приехать. Сказать, что все сход. И давайте тогда мы не будем терять на этом время. Ну сейчас вот одно из двух действий произойдет. Или Артур сядет за руль, или он снимет шлем. Бороться до конца нужно, безусловно. Тут все понятно. Артуру или не знать. На прошлом рязанском этапе он мог сдаться еще в пятницу. И все, и никуда не поехать. Поехать домой. На дачу там, не знаю куда. На берег водоема какого-нибудь. Ну там желтый Мерседес Вильяма Гукосяна. Стоит обращенный к нам целой стороной своей. Почти неповрежденный. Так там вон и слева уже ничего выглядит нормально. Ну более-менее. Там зияет такая прореха вместо одной фары. Бегают, бегают, бегают механики. Что-то проверяют там. Там Аня наша, которая является судьей при участниках. Что-то выясняет. Ну что, Артур, поедешь? Или ну его нафиг? Саша Кизилов там что-то объясняет. Да, пришла в движение машина Артура Милкумяна. Вы знаете, вот там парни, которые ждут окончания первого раунда, они стоят как напор воды, знаешь, сдерживаемой пробкой. Вот сейчас все закончится, они хлынут просто в сервис. А мы с тобой на совещание хлынем, да? Мы хлынем на совещание, однозначно хлынем на совещание. Так, все, поехали. Феодор Дзежец теперь впереди. Ай, ай, аккуратно. Ну все, 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 все. Я думаю, все. Все, аплодисментами я прошу встретить Артура Милкумяна. Ну, сделали что могли, и он, и его механики. Ну, не получилось К сожалению, вот эта ошибка на прогреве оказалась фатальной В зависимости от того, какие там баллы Дальше выходит Федор Дзежец Он встретится с Александром Кизиловым Все пары, таким образом, все пары ТОП-16 сформированы У нас перерыв до 16.30 Дальше выходит, что он правильно сказал У нас перерыв до 16.00 ТОЮТ ТАЙРС Инновационные высококачественные шины класса Ультра Хайбер Форланс Бросают вызов высоким скоростям Движение вызывает восхищение ТОЮТ ТАЙРС 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 ИПО ТРАЙ白 Продолжение следует...